Мизе-мизе-меле, меле-меле, хакаво, мизе-меле, хакаво, такаво, цела, мизе-мизе, меле, хакаво, такаво, цела. Как хорошо нам с тобой, наш Бог. И так хорошо, что ты простой, и ты верный. И когда мы не знаем, куда идти, но честно говорим, признаемся, Ты ведешь нас. Спасибо. Вы знаете, мы сегодня снова и снова получили один очень простой, но очень-очень важный урок. Что если мы где-то так даже немножечко заплутали? Это не проблема. Всегда можно остановиться и сказать, Господь, помоги мне, помоги мне снова. Я не знаю вообще-то, куда идти. Я не очень понимаю, может быть, как идти, даже если знаю куда. Но я доверяю Тебе, что Ты выведешь. Аминь. Слава Богу. Как вы чувствуете себя, друзья? Слава Богу. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Дух Святой. Аминь. Давайте будем рассаживаться. Слава Богу за грубую прославление, которое из Николаева, Одессы, Кишинева, Тирасполя. У нас сегодня так вообще, ух! Да, это классно. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну что, друзья, скажите, пожалуйста, вы готовы продолжать? Да. Да? Да. О, спасибо. Все в порядке. Друзья мои, давайте, я, по крайней мере, обращаюсь не гостям, но точно, как говорится, к жителям мессианской общины. Гостей здесь нет. Ну да, ну да, согласен. Аллилуйя. Вы знаете, я точно знаю, что Бог очень хочет помочь нам обретать Его простоту. Я помню, когда-то мне приснился очень короткий сон. Я помню, что в этом сне я встретился с человеком, я должен был передать какую-то посылку, и я встретился буквально на какое-то мгновение с человеком, и я понял в том мгновении, когда встретился, что, во-первых, этот человек, Божие дитя, мне как бы, знаете, как бывает, одно мгновение, но в этом мгновении ты очень много вдруг понимаешь. И вот я пережил вот в этом сне в одно мгновение такую интересную вещь, что я встретился с верующим, но это как будто человек, который относится к верующим последнего времени. Но вот у меня было такое во сне понимание, что этот человек, он верующий, он служитель, но он и как бы из будущего, если так можно сказать. Знаете, что я вот как-то встретился с человеком, какими будут люди, верующие в будущем, недалеком, ну в каком-то. У меня было два переживания от этой встречи. Я просто встретился с ним глазами, и я пережил, первое, ощущение, что это очень мудрый человек, и второе, что он очень простой в этой мудрости. он не как какие-то там замудренные тибетские мудрецы, или порой, как мы себе представляем мудрость или мудрый совет. Глубокие рассуждения, глубокомысленные лица, выкладки, серьезные брови. Я увидел очень простое лицо, очень открытое, очень простые, такие искренние глаза. Мудрость заключается в том, чтобы знать, как поступать по воле Божией. В этом вся мудрость. И второй момент, он очень простой был, такой, что у меня эта простота, его простота показала мне, насколько я непростой. Сколько у меня есть разных моих собственных заморочек, представлений о молитве, о том, о другом, вообще о жизни, о людях вокруг. И вот это переживание мудрости и простоты, вот я как бы понял, что в последнее время Бог очень заинтересован, чтобы люди становились мудрыми, знали, как поступать по Его воле, но, знаете, не становились из-за этого театральными мудрецами, такими, знаете, как в фильмах представляются мудрецы, какие-нибудь там а-ля вавилонские мудрецы, вот можно в книге Даниила читать, какие они там все речи говорят. Не такие мудрецы мирские, которые, имея какую-то мудрость, так себя за счет этой мудрости подают, что набивают себе нереальный авторитет в глазах людей, а вот мудрость, которая знает, как поступать, совершенно из-за этого не гордится, не превозносится и не набивает себе авторитета. И вот, когда мы сегодня вот об этой простоте молились, я что-то вспомнил вот это вот, свой обрывок этого сна. Господи, дай нам мудрости, нам так надо. И помоги нам, получая эту мудрость, не превозноситься, не кичиться друг перед другом, а становиться простыми, как Твои дети. Пожалуйста. Аминь. Аллилуйя! Друзья мои, давайте учиться быть простыми. Простым не значит быть глупым, но нам очень нужно учиться доверять друг другу, тому, что мы говорим, и этому можно верить, не пытаться шифровать, а что там имеет человек в виду. Он мне сказал два, но, наверное, имел в виду три, значит, мне надо сказать четыре, чтобы не промахнуться, наверняка. Знаете, в Молдове очень сильны вот эти твердыни такого очень подозрительно сложного мышления. Я не знаю, как в остальных странах, откуда там наши гости, но в Молдове у нас очень как бы принято шифровать, и вот люди очень сильно живут с такой мыслью, а что человек обо мне думает? Он, наверное, обо мне думает вот это и вот это, и мы уже себе думаем, что человек о нас думает, мы приходим с соответствующим настроем, мы как бы думаем, что мы знаем, что думает о нас человек, мы приходим уже изначально заряженные на то, что человек о нас что-то не то думает. Вообще такая сумасшедшая игра, такой бред, ужасно. До тех пор, пока нас волнует больше, что думают о нас люди, чем то, что думает Бог, мы будем играть в эти игры. Ладно, я не буду эту тему сейчас развивать, возможно, даст Бог, сделаем это в другое время и на другом ретрите. Мы познакомились с замечательными друзьями здесь, которые в этом лагере детей принимают и так далее. У нас есть надежда с ними продолжить отношения, посмотрим, как, скажем, не выгонят ли нас отсюда. А то мы два года назад провели ретрит в одном баптистском лагере. больше они говорят, не-не, лагерь занят, а зимой и зимой занят. А завтра, завтра, после, ребята, три года вперед, пять лет вперед, он занят. Но Бог нам здесь открыл свою милость и благость. И хорошо, правда, хорошо? Благодарим тебя, Отец. Нет у нас слов, чтобы выразить все. почему мы вот пели в духе, потому что иногда просто в нашем языке нету слов, чтобы выразить то, что сердце чувствует. Поэтому апостол Павел он и говорит, я буду молиться умом, буду и молиться духом, буду петь умом, буду петь и духом. И знаете, наступают такие мгновения, где никакой язык, хоть ты пять языков знай, они не смогут выразить все то, что наполняет дух твой. И поэтому мы поем духом, учитесь петь духом также. я заканчиваю. Господь, спасибо тебе. У нас есть сегодня тема нашего дня, да, вчера мы говорили о еврействе, и можно я сделаю экспресс опрос, можно, да, можно вот там кто-нибудь там по одной руке поднимать так и говорить, вот что вчера, одну простую мысль, что вы вчера услышали для себя, можно, чтобы мы сейчас освежили. Одна, ну, каждый, не каждый, но хотя бы несколько таких мыслей, что вчера вами было услышано для себя, для своего сердца, да, не все, что вы услышали, а именно вот что вы для себя услышали. Одна простая мысль, даже с Богом все возможно, все, что по воле Божьей, но не по воле нашей, аминь. хорошо, пожалуйста. Господь обличил, что вы не говорите, не благовествуйте еврейскому народу, да? Да. 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 О. Знаете, спасибо, Галина Ивановна. Я вам скажу одну вещь. Наш ретрит нацелен не только на то, чтобы говорить о каких-то таких, знаете, удавшихся вещах. Нам нужно, ну, мы хотим вообще говорить открыто о том, что удается, чего не удается. То есть, это крайне важно. Зачем нам играть в игры и устраивать здесь выставку достижений мессианского хозяйства, вот, если нам не удастся искренне поговорить о том, что, как у нас обстоят дела. Понимаете, да? Галина Ивановна, спасибо за то, что поделились вот этими вещами. Тяна Сергеевна, секундочку. Да, Петра, пожалуйста. О, что евреи, еврейство это миссия, это не внешняя сторона, это призвание, данное Богом. Аллилуйя, слава Богу, Тяна Сергеевна. слава Богу, чтобы Бог показал, как хотя бы одно оспусти. Замечательно, Володя. Аминь. чтобы мы не теряли фокус на первостепенном и второстепенном, на внешнем и внутреннем. Слава Богу. Да, Таня? Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Сестра получила для себя ответ в плане того, как и что можно делать и как говорить, чтобы нести благую весть, весть о спасении для еврейского народа. Виталик. Чтобы мы не боялись, да, строить отношения, люди нуждаются в любви и в теплоте, которая нам дана самим Богом, да, Богом Израиля. И я хочу еще одну вещь, вот просто Виталик сказал, я сейчас хочу сделать одну вещь. Давайте мы перестанем, сделаем небольшое усилие и перестанем думать, как о них и о нас. Вот это, вот это очень часто внутреннее, как бы, разделение. Есть мы, как община, есть они. Есть один народ, часть из этого народа спасена, а часть будет спасена. Да, то, что Слава говорит, твой народ, мой народ. То есть, цитируя Руфь, да, кто-то еще что-то? Да, Юра. Да, 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 да. Спасибо. Да. 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 Духовная связь. Откровение о еврействе, о источнике самого понятия еврей, оно стало более понятным. И это очень важно. Вместе с тем, давайте не будем делать так, что мы выплеснем, как говорится, с водой и ребенка. То есть, когда мы получаем для себя понимание о духовном основании, о том, что быть евреем – это призвание, данное Богом. Совершить определенную миссию в это время, на этой земле. Но более того, мы присоединяемся к народу, имеющему эту миссию, духовным образом. Если еще рассматривать Римлянам 11 главу, где говорится, помните, о привитых ветвях, которые питаются корнем и соком маслины. Послушайте, тем не менее, и внешняя сторона, то, что мы вчера чуть-чуть коснулись, внешняя сторона – это словно мостик. Это язык, на котором нам надо учиться говорить. Если вы хотите служить успешно еврейскому народу, неплохо все-таки что-то читать, размышлять, узнавать какие-то концепции, читать больше о праздниках. Не просто мессианскую тему, но и сторону, которая связана с традицией. Почему? Потому что вы будете знать и понимать, как люди думают, о чем они говорят, какие-то термины. То есть это тоже, если мы хотим становиться более умелыми, искусными в нашем деле, нам действительно нужно с этим знакомиться. Я просто хочу предупредить, чтобы нас не занесло в одну из двух крайностей отторжения, с одной стороны, еврейской составляющей и каких-то тоже путей, которые могут помочь людям спастись. Такие, как внешняя сторона, да, это может быть и действительно одежда, и музыка, и песни, но они просто не первостепенны. Понимаете, да? Они не первостепенны. Просто так получилось, что с течением времени то, что Бог задумывал, как отдельное призвание еврейского народа для служения другим народам, оно, естественно, стало обрастать национальными представлениями, определенным менталитетом, народными традициями, укладом жизни. Но мы специально вчера говорили именно о том, что такое еврейство изначально в призвании Авраама, и уже остальные вещи, они как бы настраивались. И иногда мы хотим вот именно зацепить народные вещи какие-то, да, уклад жизни, менталитет, шутки, язык, без понимания того, что такое действительно от Бога еврейство. Но когда ты ухватываешь эту идею, у тебя есть правильное понимание, представление в изучении тогда и уклада жизни, и образа мысли. Когда в духе ты понимаешь, когда из слова ты понимаешь правильно позицию еврейского народа, тогда и изучение остальных вопросов становится для тебя непроблематичным. Ты не изучаешь чужую культуру, ты не изучаешь чужие обычаи, ты изучаешь для того, чтобы это стало инструментом к благовестию. Не все, что ты изучаешь, нужно практиковать. Это тоже надо понимать. Не все, что ты изучаешь, нужно практиковать. Люди, которые закончили институт, далеко не все практикуют из того, что там говорилось. Понимаете, да? Хорошо. Я хочу уже наконец-то передать микрофон нашему другому брату, пастору Эдвину. Давайте мы его поприветствуем. Аллилуйя. Вы все, почти все, очень хорошо его знаете. Давайте без прелюдии. Вы его все очень хорошо знаете. Мы очень тебя любим, пастор Эдвин. И у нас тема сегодняшнего дня – это видение. Весь день мы будем говорить о видении. И я передаю микрофон. Хотелось бы отпустить вас немножко отдохнуть. Но я допускаю, что возникнет ситуация, что 15 минут отдыха вам все равно не помогут. И вы расфокусируетесь. И потом, когда мы вас еле-еле соберем, вам очень трудно будет настроиться. Я допускаю такую проблему. Или все-таки сделаем 15-минутный перерыв? Не делаем. Хорошо. Тогда давайте мы сразу определимся и поставим себе цель. Мы будем общаться где-то около часа. Мы будем общаться, поэтому приготовьтесь. Знаете, как бегун. Он стоит здесь, он видит перед собой цель. И он готов побежать и эту цель достичь. Готовы? Мне нужно будет видеть ваши глаза. Мне нужно будет понимать, что вы меня понимаете. Поэтому я буду задавать вопросы. Вы меня понимаете. Буду у кого-то спрашивать. Не думайте, что я на вас взъелся или хочу вас обидеть. То есть я буду вот так вот заглядывать. Особенно вот смотрю, вот вы будете выпадать из поля зрения. Поэтому я буду периодически делать так. Алло, вы меня слышите? Вы должны мне показать, что вы меня слышите. И что вы меня не только слышите, а еще и понимаете. Иначе зачем мне говорить? Каким знаком? Ну, типа... Кстати, вот этот знак не очень хороший. Я знаю, я понял, что ты знаешь. Но как минимум мы не будем углубляться... Я в два примера. Насколько я знаю, во Франции это знак зеро. Это ноль. В Америке это знак окей. Потом, если вы американцы, и вы мне покажете, и я американец, я подумаю, что вы все поняли. Если я спрошу, ну как, ты мне покажешь рот, а я француз, я подумаю, что ноль. Ничего не понял. Поэтому давайте какой-то мы один жест как бы выберем. Какой? Именно вот такой, да? Вот такой. Все, я понимаю. Хорошо, я, конечно, порядочный человек. Хотел бы поприветствовать всех вас, передать вам пламенный привет. Ну, я был уже готов это сделать, но потом я вспомнил один анекдот насчет пламенного привета и решил этого не делать. Кто знает анекдот насчет пламенного привета? Кто не знает насчет пламенного? Расскажу, большинство не знает. Два еврея идут в маевской, ну, первое мае, демонстрация. Идут среди демонстрантов с плакатами идут два еврея. Когда они проходят мимо трибуны, где весь как бы такой, в кавычках, свет, элита коммунистической партии, один проходя вдруг поднял руку и начал громко кричать «Пламенный привет! Пламенный привет!» И когда они зашли за угол, один еврей у другого спросил у того, который кричал. Говорит, слушай, с каких пор ты как бы наполнился такой невероятной любовью к этим ребятам? Он говорит, понимаешь, не мог же я им открыто сказать, чтобы вы сгорели. Поэтому не буду передавать вам пламенный привет, а перейдем сразу к делу. Хорошо? Готовы? Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы попросить вас сделать одну вещь. Вы знаете, я когда вижу людей, которые оставляют свои дома, отпрашиваются с работы. Кто из вас отпросился с работы, чтобы быть вчера? То есть вы оставили свою работу. Возможно, вы потеряли какие-то деньги, которые могли заработать. Плюс приехать сюда вам стоило каких-то денег. Это говорит о том, что вы люди жертвенные. Когда я вижу таких людей, которые жертвенные, они ищут Бога, я знаю, что Бог всегда хочет таких людей благословить. Аминь. Очень часто мы умеем... Бывает, мы научились жертвовать, но не умеем принимать благословение. Бывает, наоборот, хотим только принимать благословение, но не умеем жертвовать. Мы должны уметь жертвовать и уметь принимать. Помните, в послании к евреям, когда говорится о вере, говорится, по-моему, 6 стих, может быть, я ошибаюсь, но не суть важного. В 11 главе говорится, что очень важно, что без веры угодить Богу невозможно. Помните, да? А кто помнит, что дальше говорится в этом же стихе? Ибо надобно, то есть необходимо. И автор послания к евреям говорит о двух вещах, которые необходимы для верующего человека. Что там? Верить, что Бог есть. Странная, да, вещь? То есть приходящий к Богу должен верить, что Бог есть. Еще раз говорю. Откройте. У кого есть Библия открытая? Прочитайте, пожалуйста. По-моему, 11 глава. Шестой стих. Громко, пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое. Как вас зовут? Галина, спасибо большое. Надобно, буквально необходимо. Первое. Чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть. Возникает сразу вопрос. Неужели можно приходить к Богу и не верить, что Бог есть? Странно, правда? Оказывается, возможно, если Библия нас об этом предупреждает. Не то, что Бога нету вообще, иначе ты не будешь приходить к тому, кого не существует. Но вы знаете, часто мы приходим к Богу, который был, или к Богу, который будет. То есть когда-то. Может быть, Бог когда-то меня благословит. Может быть, когда-то Бог ответит на мою нужду. Может быть, когда-то, я сегодня ищу сейчас, но может быть, когда-то Бог меня коснется. Это неправильно. Бог не просто был или будет, а Бог есть. Это настоящее время. Аминь. Бог – это сейчас. И вера – это всегда настоящее время. Вера же есть осуществление ожидаемого. Аминь. То есть это сейчас. То есть мы должны верить, что Бог сейчас есть. И Бог сейчас здесь. И второе, что необходимо, как прочитала сестра Галина, и ищущему Его, то есть Бога, Он что? Воздаёт. В каком времени слово «воздаёт»? В настоящем времени. Не воздал и не воздаст, как мы очень часто. Но Бог сейчас. Но Бог сейчас. Бог воздает вам за то, что вы его ищите. Вот прямо сейчас. Хорошо? Если мы уже умеем жертвовать, давайте мы жертвовать своим временем, своими силами, потому что вы здесь сидите, возможно, у вас что-то затекло, и вы думаете, ну ладно, я пожертвую с собой еще на час. Не надо Богу такие жертвы, которые просто жертвуют, но ничего не хотят получать. Ради чего вы это делаете? Не ради того, чтобы пожертвовать с собой, ради того, чтобы получить от Бога что-то, правда? Давайте вы повернетесь друг к другу, как вы сидите вот так парами. И вы благословите сейчас друг друга в том, чтобы получить от Бога прямо сейчас, как ищущие Его. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь и Ты есть. Ты сейчас здесь. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты воздаешь прямо сейчас ищущим Тебя сыновьям Твоим и Твоим дочерям. И мы благословляем друг друга принять Твое благословение. Спасибо, Отец, за Твою благодарность, которая есть в Твоем сердце, за Твою любовь к Твоим детям и за то, что Ты никогда не приходишь с пустыми руками. Боже, спасибо Тебе за Твои подарки, за Твою поддержку. Ты знаешь, кто в чем нуждается. И прямо сейчас, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты воздаешь ищущим Тебя. И Твой Святой Дух разносит и раздает Твои подарки прямо сейчас. Спасибо, Отец, за Твое утешение, ободрение, Твою любовь, Твою веру в Твоих детей и за то, что Ты вдохновляешь нас идти дальше. Спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Слава Богу. Теперь я попрошу Вас сделать еще одну вещь. Как Вы сидите в паре, повернитесь к тому, кто рядом и задайте ему вопрос, а он задаст такой же вопрос Вам. Я предупреждаю сразу, Вы зададите друг другу три вопроса. Но сначала первый. Вопрос будет достаточно странный. Спросите у него, кто Ты. Ну или Вы можете перефразировать, Ты кто. Перед тем, чем отвечать, подумайте. Второй будет после первого. Кто Ты? Спросил. Спросил, да? А он у тебя спросил? А Ты кто? Ну поищите ответы. Если у Вас есть ответ, ответьте. Если Вы начали думать, и Вы задумались, подожди, и правда, кто я такой? Это хороший момент, если Вы задумались. Почему? Потому что часто, когда спрашивают у кого-то, Ты кто? Он говорит, я Вася. Нет, это твое имя. Ты кто? Я крановщик. Нет, это твоя профессия. А ты кто? Понимаете, да? Мужчина – это твой пол, или женщина – это твой пол. Это твое имя, это твоя профессия, но кто такой Ты? Кто Ты? Кто Ты такой? Второй вопрос. Откуда Ты пришел? Откуда Ты? И третий, конечно, вопрос. А куда Ты идешь? Кто Ты? Откуда Ты? И куда Ты идешь? Аллилуйя! Аллилуйя! Приз в студию! Не надо пока в ящик еще. Тем более в черный. Хорошо. Кто-то из древних, таких очень серьезных философов сказал, что эти три вопроса задал ему человек, который занимался охраной кладбища. И после этих трех вопросов он начал искать смысл жизни. Конечно, как древний философ он не нашел его, потому что древняя мудрость, она пришла к своей вершине, я знаю, что я ничего не знаю. Это вершина, на которую можно было подняться, чтобы понять, что ты ничего не понимаешь. Но у нас есть ответы на эти вопросы. По крайней мере, должны быть. Интересно, что Ишуа в одном из мест из Писания, буквально у Иоанна в 8 главе, в 14 стихе, сказал следующее. Иисус сказал им в ответ, если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда я пришел, и я знаю, куда я иду. Аминь. И интересно, что Ишуа является мессией. Понимание, откуда он пришел и куда он идет, делает его мессией. Потому что от слова мессия произнесло слово какое? Миссия. То есть предназначение. Я знаю, кто я. Я знаю, откуда я иду. И я знаю, куда я иду. Аминь. Знаете, вот если вы пользуетесь GPS-навигацией, GPS-навигация делает следующее. Она показывает тебе точку, откуда ты вышел, точку, куда ты идешь и где ты находишься между этими двумя точками. То есть кто ты сейчас и движешься ли ты в правильном направлении. Аминь. То есть кто ты, откуда ты пришел и куда ты идешь. И мессия – это человек с миссией. И если мы являемся частью мессии, то мы должны быть людьми с миссией. Правда? И миссия каждого из нас – это как бы фрагментик его миссии. Миссия каждого из нас – это как маленький отрезочек его великого пути, который Бог проходит сейчас. Он его прошел, и он проходит сейчас его через каждого из нас. То есть твоя миссия является частью его великой миссии, как бы небольшим отрезком его великого пути. Окей? Понимаете, да, меня? Слава Богу. Так вот. Нет, ничего, уже не поняли ничего. Хорошо. Так вот, то, что говорил Семен, мы будем говорить сегодня о видении. И прежде чем мы будем говорить, когда-то еще в 90-х годах я даже купил себе эту наклейку, в одном магазине нашел. Тогда очень начали поднимать эти темы видения. Мне понравилось, я купил себе на этой наклейке, был сфотографирован человек, такой, знаете, с большим биноклем, который на кораблях используется. И надпись была следующая. Я до сих пор помню, хотя прошло уже много лет. Надпись была следующая. Ты не можешь идти дальше, чем ты видишь. Аминь? То есть ты не можешь идти дальше, чем ты видишь. И как бы на основании этого хочу предложить вам такое короткое размышление. Готовы? Я думаю, что видение, оно делится как минимум на две части. То есть это общее видение и поэтапное видение. Например. Например, женщина хочет приготовить борщ. Ничего, если я, ну я украинец, я как бы борщ привожу. Субтитры сделал DimaTorzok Я понимаю, что это стиральная машина. Кстати, если раньше можно было, когда муж спрашивает, ты что сегодня целый день делала? Жена говорит, я стирала, тогда ему было понятно. Когда сейчас у нее стиральная машинка, ему спрашивают, ты что целый день делаешь? Он говорит, я стирала. Ему же непонятно, чем она занимала. Хорошо, стиральная машинка. Вы просыпаетесь утром, и у вас появляется идея, ну мысль. Заняться сегодня стиркой. То есть что вы видите? Вот вы принимаете, когда человек принимает решение, говорит, я сегодня буду заниматься стиркой. У него появляется цель, да? Потом непроизвольно, что происходит у вас? Вы видите как бы в общем эту картину. То есть, допустим, в начале у вас появляется общая картина. Я сегодня займусь стиркой. То есть я буду сегодня стирать. Я так долго не делаю, я быстро. На самом деле, вам только так кажется. Но если вы остановитесь на минутку и понаблюдаете за своим сознанием, знаете, а то как кажется, что вы идете. На самом деле, в момент, когда вы идете, внутри вас происходят невероятные процессы, которые, в принципе, вы не замечаете, потому что вы делаете это машинально. Но вы просчитываете расстояние, силу ходьбы, понимаете? Вот в следующий раз вы будете уже замечать. То есть у вас сначала появляется цель, а потом появляется как бы общая картина. Вы видите, как вы стираете, как белье сушится, допустим, как оно в конце постирано. Как бы вы видите общую картину. А потом вы начинаете это все разбивать на этапы. Вы назвали этапы, да? Первый этап, что вам нужно встать с кровати. Второй, вы должны дойти до ванной. У вас получается, машинка в ванной стоит? У вас появляется цель. Я должна прийти в ванную. Второе, что вам нужно отсортировать белье, если оно не отсортировано. Также отсортировали. Вам нужно определиться, какое белье вы будете стирать первым, какое вторым. Какое вы будете использовать порошок, правда? То есть вы начинаете вот эту общую цель, такую простую, на первый взгляд, разбивать на что? На этапы. Если вы придерживаетесь, и вы мудрый человек, я в этом не сомневаюсь, и вы придерживаетесь плана, в итоге у вас есть постиранное белье, правда? Но если вы, допустим, поставили перед собой задачу постирать белье, но не продумывали план, и как вы это будете делать, и как вы это вложите во время. Допустим, решили, что вы будете стирать, а пошли не в ванную, а пошли на балкон. А там увидели, что клоуны идут, и цирк приехал. И пошли, наоборот, не... Понимаете, да? То есть все, у вас нет четкого плана, у вас нет временного графика. Вы отвлеклись. И в итоге у вас нет результата, правда? Хорошо, мужчины. Какой пример к мужчине можно привести? Танец с машиной. Допустим, у вас проблемы с электричеством в доме, и вы решили сегодня, наконец-то, под давлением жены, все-таки сдаться. И пригласить электрика, кто-то говорит. Допустим, вам нужно пригласить электрика. Как это происходит? Вы просыпаетесь, у вас мысль, надо пригласить электрика. Ну, не просто пригласить, типа попить чаю или что-то еще, да? Вам нужно пригласить электрика, который отремонтирует... Я здесь, ребята, собачка переживет этот момент. Вам нужно пригласить электрика, который сделает работу. И вы себе уже образно представляете, как электрик пришел, как он починил, и у вас, вы включаете выключатель, у вас горит свет. То есть это общее видение картины. И оно всегда положительное, правда? Вы не представляете. Вот я приглашу электрика, он будет себя весь день ремонтировать, а в итоге ничего не получится, он сдерет с меня деньги и уйдет. Бывает, но вы не представляете такую картину, правда? Иначе зачем вам... Если вы представляете такую картину и приглашаете электрика, вам нужен доктор, а не электрик. Всегда видение, оно положительное, да, что свет в конце концов включился. А потом вы разбиваете это на этапы. Какие этапы по приглашению электрика? Подскажите мне. Первое, снова встать. Определиться, как вы его вызовете. Взять телефонную трубку, набрать номер, позвонить. И неплохо, когда у вас есть несколько номеров телефонов. Потому что если этот занят, вы вызываете другого. Потому что такое святое дело, как вызвать электрика, может сорваться с первого оборота, когда вы набрали, а электрик не отвечает. И вы говорите жене, ну я же звонил. Ну я же пытался. А свет так и не горит. Но нам же нужен свет, правда? Нужен нам свет или нет? То есть вы продумываете также детальный план. Это правда или нет? Мы это делаем в жизни. Потому что Бог нам дал мудрость. Правда? Поэтому, если мы как бы говорим о общем видении. У нас по-любому есть цель. То есть, допустим, стирка. Есть общее видение, как это произойдет. Потом есть движение. Ну как бы, движение в этом направлении. То есть поэтапный план и движение в этом направлении. В итоге у нас есть результат. Правильно мыслью или нет? А вот как сестричка вас зовут? Да. Как? Надя, вам понятно? Замечательно. Хорошо. То же самое в поэтапном видении. Если мы вот это видение разбиваем на этапы. То есть первая цель – встать. Это уже цель. Вы должны дать команду своему организму. Бывает это легко дать команду, но тяжело осуществить эту команду. Правда? То есть все в нашей жизни состоит из общей картины, цель дня, а потом поэтапных достижений. Даже поесть борщ – это тоже надо спланировать. Цель, пути достижения и движение в данном направлении. Вся наша жизнь состоит из постановки целей, общих, потом детальных, а потом движения по плану. Вся наша жизнь состоит из этого. Не правда? Допустим, кто из вас хочет в туалет? Поднимите руку. Да, прямо сейчас. К примеру, вот у него появилось желание, организм ему сигналит – хочу. У него появляется видение общее этой процедуры, не будем его разбирать. И начинает рождаться детальный план. Первое – надо как-то прошмыхнуть, чтобы Эдвин не заметил. Второе – нужно из точки А. У него есть маршрут. Когда он уже глянет, он неосознанно просчитает, как лучше пойти. Понимаете, да? То есть, покероче, побыстрее. Поймите, ребята, вся наша жизнь состоит из установки целей и разработки пути достижения этой цели. Но как бы он не определился с своей целью, какой бы детальный план он не разработал, если он не начнет его осуществлять, в итоге будет проблема. Мы тебя отпускаем. Ты просчитал маршрут уже? Вы понимаете? Ты решил водой забить это желание. Усилить мотивацию. Я прошу прощения, мы затронули такую тему какую-то непонятную. Я даже не знаю, откуда это пришло. Может, это такое сильное желание у тебя? Может, это слово знания? Не знаю. Ладно, мы все будем теперь за тебя переживать. Иди. Давай, мы подождем тебя. Я прошу прощения. Ладно. Хорошо. Еще раз говорю, вся наша жизнь состоит из постановки целей, разработки путей достижения и движения в этом направлении. Правда или нет? Все, что вы не возьмете в работе, в быту, в жизни, все это так. Правда? Только в служении бывает, у нас что-то так не получается. К сожалению, этот принцип постановки целей, разработки пути достижения и движения в этом направлении мы используем не всегда правильно. Некоторые люди, они попали как бы в такой, так называемый, Бермудский треугольник. Знаете, что такое Бермудский треугольник? Как можно попасть в Бермудский треугольник в Молдове? Человек уже знает, что такое Бермудский треугольник, наверное, уже вырвался из него. Бермудский треугольник следующий. Кухня, диван, туалет. Холодильник все-таки, да? Я думаю, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. То есть цель такая, встать с дивана, пойти на кухню, покушать, вернуться на диван, потом пойти в туалет, потом опять на кухню, опять на диван. И если мы разберем нашу жизнь, поверьте, к сожалению, большинство наших целей, они в масштабе этого треугольника. Пойти заработать денег, чтобы поесть, а поесть денег, чтобы потом были силы снова, поесть, чтобы снова были силы заработать денег. Зарабатываю денег, чтобы опять поесть, а зачем я ем, чтобы были силы заработать деньги. Знаете, такой круговорот продуктов в природе. Кухня, диван, туалет. И, к сожалению, этот принцип постановки целей, планы, достижения целей, большинство людей, даже верующих, используют. В своей жизни мы все ими пользуемся. Правда? Кто на рынке работает? Работает, кто торгует чем-то? Никто не работает на рынке. В Украине почти все на рынках работают. Я понял. Все я понял. Хорошо. Но вы пользуетесь этим принципом в своей работе, правда? Хорошо. Все труды человека для чего? В Библии говорится, что все труды человека для рта его, но душа его этим, что? Не насыщается. То есть, если мы этот принцип, постановки цели, достижения цели, используем только для того, чтобы обеспечивать свой род пищей, наша душа все равно остается голодной. Аминь. Но существуют также люди, которые находятся в движении. И они говорят, я не хочу жить только для того, чтобы есть. Как кто-то сказал, что мы едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть. Кто-то говорит, я не хочу жить только для того, чтобы обеспечивать себя пищей. Я хочу большего для себя. Эти люди считаются, что они становятся духовными людьми. Существует еще и такая духовная суета. Есть суета мирская, когда все вращается вокруг еды. И как кто-то сегодня очень неплохо заметил касательно то, что Адам был голый и он был счастлив. А сейчас человек пытается восстановить утраченную славу приобретением разного тряпья. И чувствует себя очень счастливым и довольным, нарядившись во что-то новое. То есть есть люди, которые отказываются от этого, но это не значит, что эти люди становятся автоматически духовными. Вы знаете, что существует духовная суета. Что такое вообще суета? Это дела. Понимаете? Это дела. Допустим, апостол Павел в послании к Фессалоникийцам сказал следующее. Второе послание, 3 глава, 11 стих. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Ничего не делают, но суетятся. Они суетятся. Суета – это не отсутствие движения. Вы видели когда-нибудь суетящегося человека, который недвижим? Вы говорите, да не суетись, прекрати суетиться. Суета – это движение. Но Павел говорит, ничего не делают, но суетятся. Кстати, он говорил это людям, которые считали себя очень духовными и отказывались даже от того, чтобы работать. То есть это были очень духовные люди, но плодов от их действий – это уже не окей, это zero, ноль. Ноль. Так же? Хотя они находятся в движении, они движутся, но в их движении нет никаких результатов. Поэтому Павел говорит, они ничего не делают, но они суетятся. Суета – это не отсутствие движения. То есть что же такое суета? Суета – это не отсутствие движения, а беспорядочное, часто противоречивое движение, отнимающее силы и не приносящее ничего, кроме усталости, разочарования, а порой даже и разрушения. Понимаете, да? Как бы, я думаю, так же слово суета можно сравнить со состоянием хаоса. Хаос – это не отсутствие движения, да? Говорят, хаотичное движение. Но это движение, приносящее разрушение. И суетящийся человек, к сожалению, приносит не всегда положительный результат. Очень редко, когда он посуетился, и это принесло пользу. В основном эти люди приносят, их действия приносят еще больше проблем, чем было. Так или нет? То, что мы хотим двигаться, то, что мы не хотим стоять на месте, то, что мы хотим что-то делать для Бога – это очень хорошо. Но нам теперь нужно определиться, чтобы мы не просто суетились, а чтобы то, что мы делали, имело пользу. Правда? Еще одно движение, которое упоминается в Библии, которое, когда я думаю об этом, мне становится очень грустно. Мне становится очень жалко этих людей, по-настоящему жалко. Я по-настоящему им сострадаю. Они находились в движении. Они шли 40 лет, но так никуда и не пришли. Вы знаете, что еврейский народ не стоял в пустыне. Они 40 лет ходили в ней. Они ходили по кругу. Представьте, ходили по пустыне, в пыли, в жаре, допустим. Кто из вас когда-нибудь ходил в пустыне? Это трудно, это изматывает. А никакого результата. 40 лет в пустыне ходить. То есть хождение по кругу – это тоже движение. Вы знаете, когда я думаю о евреях, которые попали в эту ситуацию, у меня такое ощущение, знаете, что они как бы зависли, как в народе говорят, между небом и землей. Как бы они-то из Египта вышли. То есть землю, условно, физическую, они потеряли. Но и в то, другое они так и не вошли, как бы зависли между небом и землей. И не туда, и не сюда. Знаете, и они поумирали. Представьте, умереть в этой серой, пыльной пустыне. Без смысла. Хождение, в котором нет смысла. Хождение по кругу. Поверьте, это мне очень напоминает религиозные всякие структуры. Это хождение по кругу. Кстати, между небом и землей эта история мне напоминает еще одного парня, который завис, в принципе, между небом и землей и стал очень хорошей мишенью для стрел. У него такие были красивые вьющиеся волосы. Помните, да? А весолом, который кудрями своими запутался и повис. И которого просто, очень так, знаете, легко, просто расстреляли из стрел. То есть человек, который зависает между небом и землей, становится прекрасной мишенью для врага. Сталкивались с этим когда-нибудь? То есть выйти вышел, но войти не вошел. Кстати, в Писании то, что является благословением, это не только выход. Кстати, как вот молодой человек рядом с вами? Что еще является благословением в Писании? Кроме выхода. Подскажите ему. В выходе, так же? То есть мы можем поменять это местами при выходе и при входе. То есть главное не только войти, но еще и выйти. И главное не только выйти, но и войти. Аминь. То есть не только начать, а важно еще и закончить. И Ишуа интересно себе сказал. Он сказал, я есть начало и я конец. Я альфа и я омега. Так же? Не только начало. Сколько мы начинали, ребят? Сколько раз мы могли начинать? А сколько мы закончили? Понимаете? Начать. На Украине говорят, начало положено, пол дела сделано. Согласен. Очень часто нужно мужество, чтобы начать. Но насколько больше нужно мужество, чтобы закончить? Аминь. Но благословение от Бога, это не просто выйти, а и войти. Еврейский народ вышел из Египта. Но им не хватило мужества войти. И они запетляли в пустыне и поумирали там в пыли, в бессмысленности, в ропоте, в жалобах, в этой серой, унылой жизнью между небом и землей. Они приняли вызов, Бог бросил им вызов, но они так и не дошли до конца. И вы знаете, мне по-настоящему жаль этих людей. Мне по-настоящему жаль людей религиозных, которые живут просто, чтобы жить. Ходят только, чтобы ходить кругами. Мне жаль этих людей. Мне жалко общины, которые ходят вот так кругами. Мне жалко видеть, как потом они начинают, когда они теряют цели, у них нету никакого видения, как потом они начинают рвать друг друга, как они раздирают друг друга в клочья. Мне жалко видеть этих людей. Жалко видеть служителей, у которых нету видения, которые не знают, ради чего они все это делают. Потому что если христианство, это только пить чай и кушать печенье, мне это неинтересно. Понимаете? Если христианство, это просто посещение богослужений, кто-то сказал, что некоторые люди приходят в церковь и они служат только грелкой для стульев. То есть я не хочу быть грелкой для стульев. Правда? То есть я хочу служить Богу. Я хочу не только выходить, но и входить. Я хочу, чтобы от моего служения был какой-то толк. Я думаю, что вы здесь тоже потому, что вы этого хотите. Правда? И если мы хотим не только начать, а и закончить, то есть нам необходимо мужество. Правда? Необходимо мужество, чтобы начать какое-то дело. Но намного больше необходимо мужество, чтобы закончить. И если я хочу что-то сделать, мне нужно мужество, чтобы решиться на этом. Но еще больше мужество, чтобы закончить эту работу. И здесь одних эмоций недостаточно. Ой, как я хочу, чтобы спаслись там все евреи, к примеру. То есть чтобы довести до конца эту работу, на эмоциях далеко не уедешь. Потому что эмоции хороший толчок создают. Для чего? Для принятия решения. Правда? Но если ты принял решение, не только на уровне эмоций, но ты принял решение. Решение необходимо для завершения работы. То есть ты принял твердое решение закончить эту работу. Правда? И когда мы приняли твердое решение, что мы работу закончим, тогда у нас есть больше вероятности, что мы это сделаем. А что необходимо для принятия решения? Допустим, я принимаю решение построить дом. Каким этот будет дом? Мне нужно видеть весь объем работы. Так же? Весь процесс я это увидел, а потом сказал, да, я построю этот дом. Аминь? Потому что если я говорю, я хочу построить дом, но я не представляю, каким оно. И я говорю, я принял решение его построить, но я еще не понимаю всех деталей. Рано или поздно я скажу, подождите, а я не собирался копать под землю. Я просто думал, что я построю трехэтажное здание. А когда начал копать котлован, который необходим, я подумал, слушай, я не принимал решение разбираться с этими камнями. Но человек, который хочет что-то сделать, он сначала должен увидеть весь объем работы. И классно, когда у него первый толчок, это эмоция. Я хочу построить огромный дом и собрать всех бездомных собачек Молдовы. И они их там будут кормить, и они будут хорошими собачками. Это классная идея. И классно, что вы, может быть, даже прослезились. Но если у вас не будет решения, вы не сделаете этого. Правда? А решение, если вы не видите всей работы, ваше решение ничего не стоит. Это пустой звук. Поэтому Ишуа и сказал, что если кто из вас желает построить башню, он сначала должен сесть и понять всю картину, которую нужно сделать. А потом сказать, я это сделаю. Понимаете, посвящение без видения – пустой звук. Понимаете, чему ты себя посвящаешь? Абстрактным понятием? То есть, я хочу спасать евреев, Боже, я посвящаю себя. А что это для тебя значит? Но когда ты понимаешь, видишь картину, как их спасать. Допустим, что это каждодневное посвящение. Это молиться час каждый день. Это каждый день посещать одну семью. Это кормить другую семью. Тратить не просто кормить, я буду их кормить. Я буду тратить каждый день столей на это. Когда ты видишь все детали, а потом говоришь, я это сделаю. И говоришь это перед Богом. Я в многом верю, что вы это сделаете. А когда ваше посвящение абстрактно, столкнувшись с первой же проблемой, вы сдаетесь. Почему? Потому что вроде вы и честно сказали да, но вы сказали да тому, чего вы не понимаете. И тому, чего вы не видите. И потом вы можете сказать, подождите, я не собирался это делать. Я не собирался давать больше денег. Я не собирался каждый день после работы к кому-то ходить. Я в общем хотел спасать. И в общем сказал да. Вы понимаете? Для настоящего посвящения нужно понимать, какую работу нужно сделать. Если ты видишь всю работу и говоришь да, вот только тогда ты готов дойти до конца. И дойдешь до конца. То есть видение это прежде всего положительная картина будущего, но не только. Видение это также поэтапный план достижения цели. Не просто картина будущего, а четко, что нужно будет сделать, чтобы это произошло. Аминь. В планировании сколько я уже говорю? Где-то минут 20, да? Кто-то засекал время или нет? Без 15 я начал, да? Спасибо, Саша. Существуют крайности при планировании. Готовы послушать вообще крайности, которые связаны, связаны, ну не просто при планировании, а вообще связаны с темой планирования. Как обычно, крайностей всегда две. Первая крайность. Это планировать, но ничего не делать. Второе. Это делать и ничего не планировать. Первое. Это планировать, но не делать то, что ты запланировал. Второе. Это делать, но при этом ничего не планировать. В первом случае планировать, но ничего не делать. Мне понравилось такое высказывание такого очень известного британского деятеля Уинсона Черчилля. Он сказал, что любой человек может составить план победы в войне, если он не отвечает за его осуществление. Понимаете, да? То есть, если мне не надо будет это осуществлять, я напишу вам любой план. План сделать? Да, какие проблемы? Сейчас напишем. Но когда касается осуществлять этот план, ух ты. То есть, если мы планируем, то мы берем на себя ответственность сделать то, что мы планируем. Если мы говорим Божу, Богу, Боже, покажи нам, что нам сделать, мы должны прежде всего быть готовы сделать то, что… Знаете, я думаю, что по этой причине Бог очень часто не говорит нам, что делать. Если он не видит в нашем сердце готовности сделать это. Иначе, если он нам скажет сделать, а мы не сделаем, мы будем отступниками. Мы будем противниками ему. Понимаете? У меня была история легкое отступление. Я думаю, у меня хватит времени. Я был молодым верующим. И мне предложили пожить там… Ну, мы жили и живем, продолжаем жить с родителями моей жены. У нас прекрасные отношения, большой дом. Но, как любая молодая семья, мы хотели пожить отдельно. И нам предложила одна сестра возможность. Она уехала в Белоруссию и оставила нам квартиру на несколько лет. Причем там за смешные деньги. Как это могло быть не от Бога? Вот объясните. Я, конечно, сразу ухватился за эту идею. Я пошел, посмотрел квартиру. Я уже сказал жене, мы сказали родителям. И уже, в принципе, были на чемоданах. И вдруг я вспомнил, что надо же помолиться в этом направлении. К молитве я всегда относился серьезно и стараюсь относиться серьезно. Я выключил свет. Я тихонько сел. Не то же там читать Богу псалмы. Я спросил. Спокойно, знаете, Господи. Скажи мне, есть ли твоя воля на то, чтобы я ехал в эту квартиру? Знаете, Бог мне сказал. У меня было несколько случаев, когда Бог говорил со мной сразу после того, как я ему что-то говорил. Это был один из таких случаев. Я не ожидал, что Бог мне скажет. Знаете, когда я понял тогда, это для меня был очень серьезный урок на всю жизнь. Я спрашивал, но я не ждал от него ответа. Да мне не нужен был ответ. Просто мне надо было задать вопрос. Вы знаете, я был в шоке от того, что Бог со мной заговорил. Я не ожидал. Вы знаете, слава Богу за Бога, за Его отцовское сердце, за Его мудрость. Он ответил на мой вопрос вопросом. Я спросил, Боже, есть ли твоя воля на то, чтобы я ехал в эту квартиру? А Бог спросил у меня. Неужели, если я тебе скажу, не едь, ты не поедешь? Он ничего не сказал мне больше. Но я понял, что даже, что это не является Его волей, чтобы я ехал туда. Но он, видя уже мое решение ехать, не скажет мне это иначе, потому что он видит, что я все равно не послушаюсь Его. Я все равно сделаю, как я решил. И поэтому он просто промолчал. Но через год мы вернулись к родителям. И этот год был самым трудным годом в нашей жизни. Единственное, чему мы достигли, мы просто расшатали страшную нашу и так шатающуюся мебель от этих перевозок. Но я тогда понял один принцип. Если я спрашиваю чего-то у Бога, я должен быть готов услышать и сделать то, что Он мне скажет. Только тогда Бог будет мне что-то говорить. Аминь. Поэтому крайность – планировать и не делать. Если мы спрашиваем у Бога, мы должны быть готовы работать над осуществлением планов. Поверьте, Бог хочет открывать нам свои планы. Вторая крайность – делать и не планировать. Давайте что-то будем делать. Да сколько можно планировать? Сколько там можно сесть? Давайте будем что-то делать. Не знаю, как в Молдавии, в Украине это проблема. Но вы знаете, в этом отношении вообще планирование – это относится к подготовке. Есть люди, которые им катастрофически не любят. Одни, лишь бы только готовиться, но ничего не делать. Готовиться. Но мы еще не готовы, нам надо еще подготовиться. Мы подготовились, потом подумали, но наши планы несовершенны, мы их порвали, мы начали новые планы. Есть другие, которым от слова планов сразу их начинает тошнить. Они говорят, да что там это возня? Да давайте будем действовать. Интересно в этом отношении, что Ишуа прожил больше 33 лет. Немного больше. Допустим, 33 года округлим. Сколько лет он готовился к служению, сколько служил? Один к десяти. 30 лет готовился, три года служил. Мы хотим три года подготовиться, служить 30. И именно в помазании Ишуа. Конечно, в случае с учениками они действительно готовились три года, служили больше. Но при такой близости с Богом, я думаю, это возможно, которое они имели. Второй такой пример для меня лично важный. Это история с Илией на горе Кармель. Работа шла в течение суток или дня. Пророки Ваала что-то делали и Илия что-то делал. Что делали пророки Ваала? Они действовали. Знаете, это были ребята, такие достаточно горячие. Они схватили свои бубны, и они пошли в пляс, и они начали действовать со всех своих сил. И не думали, что чем больше они будут действовать, тем быстрее ответит им их Бог. Что делает Илия? Илия готовится. Тоже в течение целого дня. Он не сидел. Но местами он во время работы там подкалывал их, конечно. Но я не думаю, что он там лежал на шедлонке, попивал коктейль и подкалывал жесовало. Потому что надо было выкопать ров. Так же? Надо было сложить жертвенник. Нужно было засыпать это все пшеницей. И надо было воды набрать 12 суток. Где их взять во время засухи? И как их поднять на гору Кармель? То есть, возможно, он пахал целый день. Молился он очень коротко. Господи, я сделал все, что ты сказал. И вот тебе результат. Долгая, тяжелая подготовка. Очень быстрая, легкая. Несколько слов. И вот тебе результат. Люди, которые склонны к действиям, они не любят готовиться. Они будут пахать. Но, к сожалению, результат будет очень маленький. Кроме шрамов, синяков и разочарования. Что вынесли пророки Ваал. Они вообще, у них был финал еще плачевнее. Но их работа не принесла им победы. Или я больше потратил времени на подготовку. Но у него был результат. А сам момент уже служения был очень коротким, но очень ярким. Аминь. Интересно, когда-то я читал насчет того, как постановка работы. И приводили примеры с тем, не знаю, как сейчас. Эта литература была где-то в 80-х годах. Начало 90-х. Как планируется работа, допустим, в славянских народах и, допустим, в Японии. Если, к примеру, японская компания берет на строительство дома 10 месяцев. Как вы думаете, сколько она берет на планирование? 10. Когда же они строят? Около 7 месяцев. Они работают по планированию, по стыковке всех концов. Но 3 месяца строят. Но это строят так, щелк, щелк, все, как часики. И через 10 месяцев стоит дом с канализацией и даже деревья вокруг. У нас берут 10 месяцев. 3 месяца планируют, 7 месяцев строят и никогда не успевают. Почему? Потому что потом вдруг вспоминают. На Украине был один невероятный феномен. Есть такой город Южноукраинск. Знаете этот город на Украине? Там большая атомная станция, она недалеко от Николаева. Там есть очень большой дом культуры. Город очень маленький, где-то 1050, но он очень такой компактный. И там есть огромный дом культуры. Там был феномен. Когда строили этот дом культуры, внутри использовали кран. И когда закончили стройку, это факт. Это была хохма на весь этот Южноукраинск. Потом подумали, подожди, как мы кран вытянем изнутри? Было два варианта порезать, но им не разрешили. Поэтому им пришлось разбирать крышу, снова вытаскивать этот кран. И потом каким-то невероятными сложностями это все назад восстанавливать. Просто кран забыли вытащить. Ну не подумали мы. Есть на Украине такая народная примета. Если вам проложили к дому асфальт, то очень скоро начнут тянуть водопровод. Не знаю, в Молдавии так или нет. Я работал на кораблестроительном заводе где-то около 7 лет. Кораблестроение очень сложный процесс. Очень сложный. Состыковка всех этих механизмов, этих трубопроводов. Я работал художником, но я наблюдал, как работают другие люди. Была тоже такая примета. Если Молляр выкрасил стену, то обязательно завтра придет сварщик с каким-то маленьким крюком. И его там приварит. Но покрасить стену на корабле не так просто. Там должны быть специально положены грунты. Выдержан по времени. Потом там его проверяют даже такими специальными электроникой. Сколько там этого грунта. Там целая технология. Но как бы они ни старались, потом они начинают поверху что-то приваривать. Все это сдирают, а потом быстро замазывают красками. То есть это было нормально. И все это из-за того, что первоначально, знаете, как говорят на Украине, от дурной головы и ногам горе. Никто не хочет сесть и подумать. Никто не хочет на это потратить время и усилия. Это трудно, поверьте. Это действительно труд. Но только это труд не вот этот, а вот этот. Но большинство людей славянской национальности, им этого не хочется. Они говорят, да. Давай, пиде. Как говорят, один мужик начал делать ремонт в стиле хай-тек, а закончил в стиле хай-так. Хай-так. Кстати, я наблюдаю за этим лагерем, думаю, что он тоже в этом стиле построен. Хай-так. Для Молдовы, я понял, это не новый какой-то, а не новый стиль. Кто-то мне говорил недавно, что насчет цыганских построек. Вчера кто-то говорил, да? А Саша, ты рассказывал, да? Мукачева, шедевры инженерии цыганской. Хорошо. Так вот. Крайности планирования. Планировать и не делать, безответственность. Делать и не планировать. Просто бывает лень. Которая приносит тоже много разочарований. Еще существуют определенные крайности. То, с чем я, к миру, столкнулся. Оно, кстати, касательно этих двух крайностей. Мы можем найти золотую середину? Вот молодой человек, вот рядышком с вами, высокий, в темной рубашке. Какую бы вы предложили золотую? Да, да, да. Как зовут вас? Как? Давид. Какую бы вы золотую середину предложили среди этих двух крайностей? Первая крайность. Напомните, пожалуйста, какая. Первая крайность – это планировать, но ничего не делать. А вторая крайность – делать, но не планировать. Какая золотая середина? Что бы вы предложили, Давид? Вот пускай Давид предложил. Вообще ничего не делать. И не планировать, и не делать. Спасибо. Пожмите кто-нибудь ему, что-нибудь там. Супер. Хорошо. Девушка, вы пьете сейчас из стаканчика. Подскажите, пожалуйста, нам золотую середину. Как вас зовут? Еще раз. Виорика. Замечательно. Меня Эдвин зовут. Предложите, пожалуйста, вы золотую середину. Планировать и делать. Аминь. То есть делать то, что запланировано. Поэтому предлагаю вам такой небольшой афоризм. Может быть, он станет для вас хорошим девизом. Делай то, что ты видишь, и смотри на то, что ты делаешь. Делай то, что ты видишь, и смотри, что делаешь. Смотри, что ты делаешь. Какой в этом смысле? Для чего ты это делаешь? И касательно крайности. Есть еще одна крайность, которую я очень ярко заметил при служении в одной церкви. Мы помогаем сейчас одной церкви. У них очень плохая была ситуация. Как обычно начинается служение. Оно там сначала по началу яркое. Там такое ра-ра-ра-ра-ра. Знаете, я еще раз убедился. Потом оно начинает тухнуть, тухнуть. И приходит как бы в упадок. Я еще раз убедился, когда мне сказал пастор Олег. Мне понравилось. Что все Божье, оно начинается с маленького, имеет тенденцию расти. Большинство небожьих вещей начинается как что-то большое, и имеет тенденцию потом превращаться в горчичное зерно. Понимаете? То есть вот эта церковь, с которой мы помогаем, она пошла по этому пути. То есть сначала началось большое яркое служение. Потом они через несколько лет выросли до определенного масштаба. Они купили здания. Потом постепенно фокус, они потеряли фокус в плане спасения людей. Зациклись на этом здании. В итоге они вложились в это здание. Потеряли людей, которые были. Потом пришли к тому, что они уже даже это здание не могут потянуть. Потому что половина людей ушла из церкви. И они настолько в этом погрязли, что в итоге пришло все к тому, что они просто начали друг друга грызть. Понимаете, да? Ты не прав, ты не прав. А вот ты в этом не прав. А ты в этом не прав. И они начали друг друга. И вот в этом состоянии они попросили, чтобы мы им помогли. Когда я к ним приехал, мы поняли, что если мы не сфокусируем их на служение, то есть мы никогда не поможем им разобраться. Вот в этих своих внутренних склоках. А служение мы попытались им помочь. Сначала сформировать видение, естественно. А потом помочь им начать двигаться в этом направлении. И одна из претензий к руководству этой церкви, от самой общины, от этой церкви, было в том, что у церкви нет видения. И мы приехали, мы потратили много времени, много усилий, и мы помогли руководству этой церкви сформировать видение для этой церкви. И вот наступил радостный день, когда это видение должно было быть представлено перед общиной. То есть видение было четким, оно было понятным, оно имело временные рамки, оно имело четкие пути достижения. Не просто там, у меня есть видение 300 человек для Христа за этот год. Это уже, ну, мы не играем уже так. То есть если мы говорим 300, у нас должен быть четкий план достижения, временные рамки, прочие, прочие моменты. То есть мы все разработали. И этот пастор собрал вот так свою церковь, поставил большой плакат, и он начертил им модель всего их служения, как они что будут делать. Показал временные рамки, знаете, на Украине говорят, в зале наступила гнетучая мовчанка. И люди поняли, что вот это все, что было показано, им нужно теперь будет делать. И они шуганулись в полном смысле слова. Хорошо, что Бог дал нам мудрость, и перед тем, как представить это видение, мы поработали с церковью, мы объясняли, провели семинар по планированию, насколько это важно. Потому что если бы мы этого не провели, и люди бы не сказали, да, нам надо видение, потом бы они этого пастора прибили бы этой же доской. Поскольку они сказали, да, дайте видение, и он им дал. И знаете, тогда я вспомнил старую историю. Мы им пели радостные песни, а никто не плясал. Мы запели им грустные песни, а все равно они не плачут. Не было видения, было плохо, появилось, теперь еще хуже. Теперь все это надо делать. Я поздравляю вас, что вы пришли к моменту, что вам необходимо четкое видение. Но не думайте, что написать это видение, это конец работы. Это только начало работы, но оно будет иметь успех. Аминь. Планировать и действовать в соответствии с планами. Три примера библейского видения. Все мы знаем, что лидерство связано с видением. Аминь. То есть ты не можешь идти туда, куда ты не видишь. Если ты лидер, ты не можешь вести людей, если у тебя нет видения. Правда? Лидерство заключается в нахождении видения и способности повести людей в этом направлении. Есть три очень таких, скажем, ключевых, в какой-то мере, библейских лидера. Одного мы называем отцом, другого мы называем одним из таких величайших лидеров, а третьего вообще называем спасителем. Кто это? Девушка, что вы думаете? Да, да. Не, не, вот, 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 вот дальше, 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 дальше. Вот, да, вот вы на меня смотрите сейчас. Да, да, да. Рядышком. Не, вот. Да, да. Как вас зовут? Как, как? Кристина, Кристина, что ты думаешь? Три библейских таких вот персонажа. Одного мы называем отцом, другого великим вождем, а третьего спасителем. Ну, позвольте Кристине ответить. Ага, спасибо, слава Богу. Давайте мы воздадим Богу славу за эту мудрую девушку. Хорошо, Авраам, Моисей и Ишуа. Они действительно были лидерами. И интересно, что у них, у каждого из них было виденье. Кто помнит виденье, как понимал виденье Авраам? С группой ваших лидеров мы когда-то уже говорили на эту тему, поэтому, может быть, они знают. То есть, Бог сказал Аврааму следующее. Выйди. То есть, он сказал, выйди из своего дома и пойди. Просто начни двигаться. То есть, просто начни идти. И Авраам, как уже говорится, посланник евреям, пошел, не зная вообще, куда он идет. Да? Но мы знаем, что он пошел не на север, допустим, а пошел в правильном направлении. Хотя точно он не видел точку Б, то есть, конечную цель маршрута. Он видел только направление. И направление видел правильное. Но точно не знал, куда Бог приведет его. К сожалению, вот этот такой подход виденья и лидерства. Допустим, если я ваш раввин, я говорю, ребята, я от Бога получил виденье, нам нужно идти. Вы спрашиваете, куда? Я говорю, десь туда. Это уже лучше, чем никуда не идти, правильно? Но, кстати, вот этот принцип виденья и лидерства самый распространенный сейчас в церквях и общинах. Куда-то вот в том направлении. Допустим, у вас может быть виденье. У нас есть виденье спасать евреев. Это типа вот туды. Но в нем нету никакой конкретики. И такое виденье или такой подход к виденьему допустим только в одном случае. Если вы никого за собой не ведете. Потому что Бог не ставил задачу Авраму вести за собой людей. Аминь? Бог ему сказал, ты встань, ты пойди. И если вы посмотрите на то, как вас Бог лично ведет, очень часто Бог именно так нас ведет лично. Кто знает свою точку конечную, своего предназначения или своего призвания? Я не знаю. Но очень часто я чувствую просто Бог мне говорит, вот в этом направлении двигайся. Я в своей жизни, в своем служении занимался разными вещами. От реабилитации наркоманов до сейчас миссионерского служения. Я занимался и обучением, и молодежным служением, и прочими-прочими вещами. Это было просто как направление. Я не знаю следующий поворот. Я могу видеть только направление, которое на первенном этапе может просто поменяться. Но это не неправильная методика для того, когда за тобой идут люди, которые не знают, куда ты их ведешь. Понимаете? И основная проблема лидерства, когда они ведут людей, сами не знают, куда. И тогда распространена такая старая русская пословица. Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. И когда ты сделаешь, ты все время слышишь, ну не то. Вот что-то не то. Чувствую бесовщину, а обосновать не могу. Понимаете, да? Что-то не то. А что надо? А вы спрашиваете у лидера. Ну а что сделать? Он говорит, не знаю. Ну не то ты что-то делаешь. И мне жалко таких лидеров, мне жалко таких людей. Второй, это действительно был лидер и вождь. Это был Моисей. Когда Моисей получил видение от Бога, как Бог ему показал видение, кто мне подскажет? Он встретился с Богом в горячем кусте. И Бог сказал ему что-то сделать. Что ему Бог сказал? Как вас зовут? Рядом с вами, молодой человек. Петру? Он нормально на русском, да? Говорит? Я помню тебя, вы флаг дарили, да? Классный флаг, кстати. Ты можешь сказать, как Бог получил, как Моисей получил видение от Бога и стал великим вождем? Как это произошло? Но мы знаем, да, что Бог сказал ему, что Моисей должен пойти в Египет, да? Взять народ из Египта. То есть Египет был точкой А. И привезти их в обитованную землю, которая была точкой Б. И Моисей знал, что это за земля. Это земля, как ты сказал, Хананеев, Китеев, Еусеев, да? Надо прийти вот сюда, прийти в точку А, а потом привезти народ в точку Б. И была еще точка С, которая была посерединке, о чем сказал вот наш дорогой друг. Сначала ты пойдешь в Египет, потом приведешь их сюда, ко мне на гору, а с этой горы ты поведешь их туда. То есть точка А, точка Б, то есть начало маршрута, конец маршрута и промежуточная точка. Допустим, я поеду с Николаева в Кишинев через Одессу. Понимаете, вот эта Одесса, она является точкой С, промежуточная точка, которая тоже определяет маршрут. У Моисея уже была четкая картина. Вот это и есть в принципе лидерство. Когда ты видишь точку А, это то, где мы сейчас, и точку Б, куда нам нужно прийти. И классно, когда ты знаешь промежуточную точку. Это уже является твоим ориентиром. Аминь. Но у Моисея было очень много белых пятен в его видении. Не потому, что Моисей был плохой, а Бог ему не рассказал никаких деталей. Они не знали ни о море, они не знали о пустыне, о тех тяготах, они не знали, что будет так. Они представляли, как это будет. Но когда они сталкивались с трудностью, они мне говорили, подождите, мы на это не подписывались. Мы не договаривались так, нам сказали, что будет хорошо, а нам плохо. И поэтому они всегда хватали камней, и говорили Моисею, ну готовьтесь. Дорогой наш лидер. Понимаете, а Моисей не мог их подготовить, потому что он сам не знал деталей. Он видел точку А, точку Б и посерединке. Ничего больше он не знал, потому что Бог ему не показал. Но это уже лучше, чем просто туды. Это уже немножко шире, это уже объемней. Хотя бы ты понимаешь, откуда куда и через что. Но все равно много неизвестности. И мы подходим к Ишуа. Какое видение было у Ишуа? То есть он знал, откуда он и знал, куда. Он знал, что он родился человеком, он знал, что он умрет на кресте. Он видел точку А, точку Б и что еще он видел? Помните, Ишуа сказал, я ничего не делаю. Пока мне отец не покажет, мой следующий что? Шаг. То есть он видел весь путь до мельчайшей детали. Пошагово. Все элементы он видел. Понимаете? И Бог ему показывал. То есть вот такого уровня видения, когда у тебя есть точка А, точка Б и пошаговое видение всех ситуаций. Поэтому мы никогда не видим Иисуса озадаченным. Мы не видим его испуганным. Даже когда они сели в лодку и плыли, и буря им попадалась на пути. Ишуа спал. Почему? Он знал точно, что он в воле Божьей. Аминь. То есть он знал, что он не случайно в этой лодке, что Бог ему сказал сесть в лодку и переплыть на ту сторону. Он еще у учеников говорил, что вы такие трусливые. Я же сказал, сядем и переплывем. Я же сказал, что переплывем, вон ваша точка, гребите к этой точке. Что вы дрефите? Аминь. Гребите. Я же сказал, с этого берега на тот, вперед, а я пошел спать. А если я сплю, то не переживайте. Аминь. Какого уровня видения хотели бы вы получить от Бога? Туды, точка А, Б, С или вот такое видение, в котором есть показания всех деталей? Детальный или пошаговый план, правда? Мы хотели бы иметь такое видение. Я думаю, что имеем право искать его от Бога. Аминь. Но так же существует... Давайте поприветствуем наших дорогих друзей. Они так крадутся. Так незаметно. Здравствуйте. Здравствуйте. Блава Богу. Сторожненько. Рады вас видеть. Загорели. Загорели. А выросли как? А загорели. Помните? Так вот. То есть нам нужен детальный план от Бога. Аминь. И чем детальней он будет, тем легче нам будет. Так же? То есть поверьте, чтобы что-то делать, мы имеем полное право спрашивать у Бога о каждом шаге. Дух Святой, а как ты думаешь нам это сделать? А вот это? А что если будет вот так? Какой нам? Как нам повести себя в этой ситуации? Помните, в Писании говорится, что Бог ничего не начинает делать, пока не откроет тайны? Кому? Рабам своим пророкам. Мы не говорим, что мы пророки. Но мы знаем, что Бог хочет открывать свою волю. И прежде чем что-то начать делать, Бог готов показывать. Аминь. И чем больше мы будем понимать, тем нам будет легче. Правда? Но здесь тоже вот в этих детальных вещах существует одна крайность. Так называемое мертвое планирование. Что значит мертвое? Мы знаем, что все живое, оно свежее. И оно гибкое. Да? Все мертвое, оно сухое и жесткое. Его нельзя согнуть. Да? Все живое, оно свежее. То есть нельзя, знаете, нельзя спланировать на 5 лет и 5 лет жестко двигаться по планам. Поверьте, все будет меняться. Видение нужно всегда освежать. Его нужно корректировать. Оно должно быть гибким, как вода. Вода, ее нельзя остановить. Если она наткнулась, она раз, она обошла, она течет дальше. Правда? То есть и видение, которое вот такое сухое, оно очень часто заходит в тупик. Бунц, все, зашло в тупик. Потому что мы не можем, у нас нет еще такого уровня водительства на 100% предвидеть все ситуации. Даже Павел говорит, мы видим как бы гадательно, как сквозь тусклое стекло. Мы видим очертания, но не можем точно все предвидеть. Павел это говорит. Но Бог готов нам показывать очертания. Аминь. Поэтому проблема существует при поиске деталей. И в том, что очень часто такое детализированное планирование становится мертвым. И вы знаете, да, я, к сожалению, приведу в пример немецкий народ. Немцы очень педантичный народ. И в некоторой ситуации вот этот их педантизм, он им помогал. Но кто-то сказал, что очень часто твои сильные стороны, это и твои что? Слабые стороны. Ихний педантизм в некоторых ситуациях их начал подводить. В конце, странно так звучать, позапрошлого века, получается. В 1870 году была такая война в Европе, когда Германия воевала с Францией. И была одержана такая очень удивительная победа. И победу эту доставил Германии очень известный немецкий военачальник Хельмут фон Мольтке. Который разработал детальный план войны. Он был сам из Пруссии вместе с Бисмарком. Они разработали детальный план войны. И когда Франция объявила войну Пруссии, Мольтский в это время спал. И когда ему сказали, что Франция объявила войну, он ждал этого уже давно. Все это было запланировано, даже было запланировано, что Франция объявит войну. Были специально сделаны ходы политические, чтобы Франция объявила войну. И когда ему сказали, что Франция объявила войну, он сказал, что план войны во втором ящике моего стола. Когда открыли ящик, там была такая папка, где был план мобилизации войск и разных боевых действий. Удивительно, что этот план, во-первых, мобилизация произошла точно в заданный срок. И за 18 дней они мобилизировали огромную армию, доставили это все. Вы не можете представить, что такое мобилизация армии. Когда тебе нужно, допустим, 7 миллионов человек с точки А перевести в точку Б. И не просто перевести, а расквартировать, накормить, обмундировать, вооружить. Тебе надо использовать, допустим, поезда. Для того, чтобы поезда перевезли эту кучу людей, тебе нужно использовать маршруты. То есть это титанический труд. Но если Мольке сказал, что нам нужно 18 дней, он это сделал за 18. Его девизом был такой. Без спешки и без промедления. То есть не тормозить и не суетиться. Все было продумано. И удивительно, французы планировали провести мобилизацию за 19 дней. Уже один день войны они теряли. А на войне взять такую фору в один день и выступить раньше, это все. Это уже гарантия победы. То есть ты захватываешь основные плацдармы и ты уже навязываешь противнику ход войны. 200 километров, ты говоришь, фронта. То есть французы планировали за 19 дней, конечно, ну видите, наверное, французы, украинцы, молдаване, что-то у них есть общего. Они, по-моему, собрали свои войска только через 21 или через только 22 дня. То есть уже в этом показатель производительности у них был очень низкий. Так вот этот мольдки, великий стратег, который планировал все до мельчайших подробностей, сказал следующее. Только профан может предполагать, что ход военной кампании представляет логическое осуществление заранее очередной, детально проработанной и до конца удерживаемой первоначальной стратегии. Только профан может считать, что все будет идти так, как запланировано. Следующее его высказывание в этом отношении. Ни один план не переживает встречи с противником. Ни один план не переживет встречи с противником. Я прошу прощения, кто-то просто не знает, что я у вас. Ни один план не переживет встречи с противником. Поэтому планы – ничто. Но планирование – это все. Кто понимает смысл этого? Как бы вы ни продумывали евангелизацию, все может обломиться с первого момента, что пойдет дождь. И вам нужно уметь перепланировать все. Но это не значит, что если дождь пошел, все планы рухнули, тогда вы просто как стадо баранов разбрелись кто куда. Нет. Запасной план – просто разбрестись кто куда. Нет. Запасной план должен быть у лидера. Так. Если вдруг пойдет дождь, мы перестроимся. План Б. Кстати, план Б у этого же Бисмарка, который был другом этого мольтки, у него всегда был план Б. Знаменитый план Бисмарка. То есть, если мы разрабатываем детальный план, мы должны быть мудрыми, или мы должны понять, что это жизнь, и жизнь не идет по запланированному. Если вы посмотрите, когда живому человеку его ставят на прибор и смотрят, как жив он или нет, то прибор показывает, что он жив каким образом? Вверх, вниз. Вверх, вниз. Причем эта стрелка, она часто такая беспорядочная. Это живой человек. Когда человек умирает, стрелочка становится такой ровной, такой спокойной, такой именно уже упорядоченной. Потому что жизнь – это вот такое все. Так же? Нельзя все запланировать. Но планы – ничто, но планирование – все. Аминь. И очень важно, чтобы у нас были детальные планы, и мы умели перестраиваться и быть очень мобильными. Будьте к этому готовы. Хорошо? То есть, если вам предложат детальное видение жизни общины, я верю, что вторая часть дня, она будет этому посвящена, и ваш Рэбе, и его помощники, они будут представлять вам что-то, говоря уже не в общих чертах, а конкретике. Какую работу они верят, что Бог для вас приготовил. Но не думайте, что все пойдет точно так, как они вам говорят. И не разочаровывайтесь, и не говорите, да, что они там напланировали. То есть, мы работаем с планированием у нас, в общине, в наших дочерних церквях, где-то около двух лет. Мы поняли однажды, что корабль, который не знает, куда он плывет, для него нет попутного ветра. Понимаете, да? Любой ветер ему попутный. Поэтому, если я не знаю, куда я плыву, я не знаю, этот ветер мне попутный, или он мне противный. Поэтому люди или церкви, общины, у которых нет видения, то есть, точки Б, они будут носиться ветрами, куда понесет. Все время будут говорить, ну и слава Богу. Слава Богу, что они померли. Слава Богу, за то, что прошел понос. Было бы еще хуже. Слава Богу, что у нас 10 человек, а не 5. Слава Богу, что у нас 50, а не тех, как вот те вот. У них вообще 30. Понимаете, да? То есть, но у них нету цели. Они будут благодарны за все. Мы и так благодарны за все, но мы хотим чего-то достигать и иметь видение. Аминь. Поэтому, если вдруг будет что-то идти не так, не думайте, что у вас плохие лидеры. Не думайте, что они что-то неправильно сказали. В жизни ситуации очень часто меняются. Но Бог будет давать вам перестройку. Будьте готовы постоянно перестраиваться. И последнее. Что же на самом деле такое виденье? Если мы перейдем, скажем, от общего, от общинного такого общего виденья к виденью личному. Что такое виденье? Громче немножко. То есть, это видеть конец. То есть, видеть цель. И в нашем случае уже это не просто конечный результат, а видеть путь. Правильно, да? Правильно я понимаю? То есть, это видеть цель и видеть путь. Вот это является видением. То есть, скажем так, это план чего? План твоей жизни. Потому что твоя жизнь тратится на достижение этой цели. Правда? То есть, если моя цель пройти пешком отсюда в Кишинев, я проложил маршрут, я на это должен потратить, допустим, пять дней своей жизни. Это план на пять дней моей жизни. Аминь. Если у вас годовой план, это план на год вашей жизни. Виденье, в принципе, в общих чертах. Это план твоей жизни. Аминь. Это то, как ты планируешь прожить этот год. Каких результатов ты хочешь достичь и какими средствами ты это все достигнешь. Понятно это? Виденье – это план твоей жизни. И правильное виденье. Как правильно это все спланировать? Где взять план для своей жизни? Самому написать. Принести Богу и сказать, «Боже, я вот все расписал пошагово. Не обижай меня. Не разочаровывай меня, Господи. А то ж народ подумает, побьет камнями. Правильный план в нашей жизни есть или его надо писать? Он существует и его нужно писать. Он уже написан Богом. Аминь. У Бога есть детальный план жизни каждого из нас. Аминь. Но мне нужно получить этот план от Бога. И он должен стать моим планом. Правда? Многие люди очень боятся виденья, боятся планов. На самом деле не нужно этого бояться. Знаете, чего мы должны бояться? Мы должны бояться своих собственных планов. Почему? Потому что если я распланировал, а план, как мы говорили, это как бы маршрут. Допустим, я спланировал прийти с этой точки в Кишинев и проложил маршрут, как я пойду. Но это, если не Божий план, я буду идти без Бога этим путем. Может быть, даже цель правильная. Вы знаете, что когда Бог сказал Моисею, что из Египта нужно прийти в Ханаан, возможно, Моисей и все евреи проложили свой маршрут. А Бог сказал, не, ребят, мы ничего решили, что я пойду проложенным вами маршрутом. А я хочу этим путем повести вас к этой же цели. Проблема бывает в чем? Что цель мы отмечаем правильно, но не всегда правильно пролаживаем маршрут. То есть пути достижения этой цели. Но если я правильно поставил цель и от Бога получил понимание маршрута, я должен знать, что на этом маршруте Бог меня что? Хранит, защищает и, что немаловажно, обеспечивает. То есть если Бог проложил мне маршрут, к его цели, на этом пути меня ждет защита, обеспечение, непрерывная связь с ним, правда? И на этом пути заложены для меня, если, допустим, я путешествую, там будут моменты, где я буду находить продовольствие, воду, ночлег, то есть все запланировано. То есть, и что немаловажно, обеспечение Божье для нас что? приготовлено. По этой причине Иешуа сказал, что мое иго, но легкое. Аминь. Богом приготовлен путь, и Он приведет нас к победе, но нужно найти этот путь. Этот путь должен стать нашим видением и стать планом на нашу жизнь. Мы соработники у Бога. То есть, как бы мы, мы соработники у Него. Не мы делаем Его работу, а мы, Он использует нас для осуществления своих планов. И когда мы входим в Его планы, и наше видение соответствует Его видению, то мы находим Его поддержку, защиту и Его обеспечение. Аминь. И хотел бы закончить, и чтобы мы помолились, касательно хождения по кругу. Я знаю, что это большая бывает проблема, когда человек вдруг осознает в своей жизни, что он ходит по кругу. Я хочу утешить некоторых из вас. Мы должны стараться, чтобы наши пути не выпрямились, чтобы мы не ходили по кругу. Но бывают некоторые ситуации, знаете, если вы поднимались на гору по серпантин, знаете, вот гора, в основном подъем на гору, он связан с таким, подъемом как серпантин. Или по лестничной клетке вы поднимались. Это тоже как бы круговое движение. Но очень важно, чтобы следующий виток он был выше, чем предыдущий. Понимаете, да? Очень часто мы поднимаемся вот так вот. Вроде мы как бы круг сделали и вернулись на ту же самую точку, но теперь мы выше. Бога мы знаем больше. Получается у нас уже немножко больше, чем в прошлый раз. Правда? И мы заходим на еще один виток. И мы проходим этот виток, и как будто мы снова обошли гору, но мы поднялись. И поверьте, вот путь не бывает сразу так идеально, что ты раз и сразу попал в точку. Раз спланировал и сразу получилось. Не бывает. Не получилось, мы перепланируем, мы строим все заново, но в следующий раз, поверьте, будет лучше. Мы будем более точными. Когда вы учитесь стрелять, кто из вас взял ружье и сразу попал в цель? Были такие? Если вы попали сразу в цель, вы просто случайно попали. Потому что сначала ты стреляешь, ты вообще не попадаешь даже близко к цели. Но ты что делаешь? Перезаряжаешь ружье, ты снова целишься. Ты не просто вот так стреляешь. Ты снова целишься, как только ты можешь. Но у тебя, возможно, руки дрожат, возможно, ты что-то делаешь неправильно. Но ты целишься, у тебя есть цель. Ты выстрел, и опять не попал. Ну ты снова зарядил. Главное, чтобы цель у тебя была. И чем больше ты стреляешь, тем что? Ты точнее, 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 а потом лупишь уже в десятку. Ты профи. Но профи не становятся просто так, лежа на диване. Так же? Планируем, действуем и корректируем себя по отношению к цели. Почему в этот раз не попали? А здесь протормозили, а здесь наоборот, поспешили. Давайте в следующий раз будем мудрее, давайте здесь не будем торопиться. А здесь наоборот подожмем. Так же? И снова зарядили, и снова поставили цели, и снова выстрелили. Хорошо, если это один день, а если это один год на один выстрел. Но вы знаете, Бог готов вложить в нас время. И лучше подготовиться, и выстрелить, и не на раз, и попасть, чем все время стрелять, и ни разу не попасть. Так что давайте мы поднимемся. Мы поблагодарим Бога за то, что у Него есть видение для нас. Видение для нас, как для общины. И это детальный план, и конкретный маршрут Бог уже проложил для нас. И на этом пути есть защита, и этот путь приведет нас, ведет нас к победе. И этот общий план общины, он состоит, и общее видение всегда формируется из видения каждого. И у Бога есть видение для жизни каждого. Это детальный план, это проложенный маршрут, на котором есть защита, обеспечение, и который тоже приводит нас к личной победе в Боге. Давайте мы, наверное, все-таки помолимся, вот как мы первый раз молились, повернитесь к тому, кто рядом, разбейтесь как бы на пары или на тройки. И мы сейчас благословим друг друга. Давайте мы вначале помолимся в общем за саму общину, вот вместе, а потом мы помолимся друг за друга, за вот это вот личное видение от Бога для каждого. Давайте мы скажем все вместе, Иешуа, мы благодарим тебя за то, что ты не Бог хаоса, и суета никогда не касается твоего сердца. ты не торопишься и не опаздываешь, ибо ты Бог ведения, и все дела у тебя взвешены, и у тебя уже есть утвержденный еще в вечности детальный, совершенный план победы над врагом. План заполнения нового Иерусалима твоими детьми. Все спланировано, все просчитано, проложены маршруты, заложено обеспечение, и есть победа. И есть победа. Боже, спасибо тебе за твой план, твое видение для твоей общины, для твоей церкви. Боже, пускай придет этот план, и мы благодарим тебя за то, что он есть. Боже, спасибо тебе за то, что мы ученики у тебя, и ты позволяешь нам ошибаться, но учишь нас, и будешь учить, и мы будем еще более совершенными в поиске твоей воли, в понимании твоих планов, и будем еще более успешными. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты учишь нас, и ведешь нас. И спасибо тебе за победу, приготовленную для твоей общины. И давайте сейчас мы благословим друг друга.